Казачий спас Это связано уже долгие годы И в этом деле разбираешься хорошо Но под тема такая От человека-скотины к человеку-богу Вот Когда кто-то видит Такую связку человек-скотина Ну человек-бог, понятно Сразу там нимб появляется, крылышки за спиной Белые одежды, все там Все хорошо, а вот человек-скотина Это что-то, это нечто Многие сразу так начинают впадать В истерику и говорить, это кого-то гад-скотины Назвал, ну и понеслась и поехала Вот почему такая тема-то Интересно, человек-скотина и человек-бог Такое сравнение-то, в общем-то Противоположное Ну, для нас В традиции характерного спаса По сути дела Это является путем Путем от человека-скотины к человека-богу И все в нашей жизни Если мы выбираем Для себя эти состояния Направлено на то, чтобы Преобразовать в себе животное начало Начало божественное Поэтому и название такое Что касается Самого слова скотина То скот в нашей традиции В свое время имело очень широкое Приложение И очень широкое понимание Скот, начиная от животных И отсюда у нас остались Например, такие слова Как скотный двор Паскотина Скотный выгон И многое-многое другое Иначе говоря, любое животное Которое не человек Можно назвать скотиной Поэтому и Когда люди видят Потери в человеке Неких человеческих качеств Они тоже ему говорят о том Что он стал скотиной Но мы говорим о скотском начале В человеке Как о первичном начале Через которое человек Начинает преобразовывать себя И если в нем не будет Этого скотского начала То ему по сути дела И нечего преобразовывать Это скотское начало Является изначальным от природы Когда сегодня человек Приходит на эту землю То он приходит Именно с этим началом В котором заключены Его прошлые ошибки Его черты характера Которые он будет Реализовывать И развивать В этом воплощении Его кармические уроки И многое-многое другое Что приземляет человека И первоначально делает его земным И все мы как люди Мы все начинаем с земли Поэтому мы и живем На земле матушки Питаясь первоначально Только ее силами Земными силами И когда мы в этих земных силах Начинаем купаться И осваивать их для себя Только тогда мы можем выйти На уровень преображения Где начинает светиться солнце Ра Там где возникает свет А до этого Мы пребываем в этом скотском состоянии В состоянии невежества И это состояние невежества Говорит о том Что мы не прошли еще Те состояния веж Которые привели нас К пониманию истины Или Бога Вот такой путь Мы должны пройти Причем это не наша заявка Это заявка Отца Небесного Который первоначально нас Сюда когда-то И который ждет от нас Через душевное побуждение Возврата к себе Мы должны пройти этот путь И нам определена жизнь Мы можем проходить его В течение одного воплощения Можем проходить его В течение десяти Ста Тысячи воплощений Но этот путь мы обязательно пройдем Каждый из нас Рано или поздно На него становится Он может пребывать В состоянии скотины Несколько жизней Но потом однажды Ему эта игра надоест И он начнет Расти Из этого состояния Состояния человека Он начнет через постоянные страдания Приобретать те человеческие качества Которые потом позволят Стать ему Уже не человеком Скотиной А душевным человеком В котором душа будет изливаться Во все его движения Во все поступки Во все дела И люди будут это видеть И тогда они такого человека Будут называть Сердечным человеком А не скотом Да уж Ну хорошо Тогда надо описать противоположность Человек-бог Это кто такой? Что он может? Какие на нем функции? Человек-бог Это тот же человек Который прошел Состояние скотины И состояние душевного Начала И вышел На состояние Слияния с божественными Когда он понял Что его жизнь Она непосредственно Связана со всем всемирьем Со всем Что происходит Мирозданием Он должен следовать Клоном этого всемирья Он должен через Внутреннее Побуждение Через принятое сердце Пропущенное через сердце Понимание этой жизни Соединиться с этим мирозданием В своих добрых делах И поступках Человек-бог Это не человек Сияющий На каком-то пьедестале Возвысившись От других Таким образом Поднявшись над другими И сказав Что вы растите Вам еще далеко до меня Человек-бог Обретающий Божественную природу Он растворяется В любви Он растворяется В божественной любви А значит Он напитывает Сам себя Этим состоянием Как основным И главным И это состояние любви Он несет в мир Он несет его Через себя Другим людям В этот мир Через собственное отношение Когда любовь Становится Единственным Мирилом Его поступков Когда любовь Является Главной И основной оценкой Всего Что происходит Вокруг И тогда Этот человек Проявляет На уровне Земном Божественные Качества Потому что Состояние любви Заполняет его Снизу Доверху Начиная От животного Начала Проходя Душевное И выходя Через силу Духа Укрепление силы Духа В божественное Состояние Когда человек Начинает Через это Светиться Изнутри Своей Любовью По отношению Ко всему Сущему И тогда Этот человек Может быть По-настоящему Учителем Для мира Ибо Тогда Он входит В постоянное Пребывание Служения Этому миру Он расценивает Свою жизнь Не просто Как движение Через какие-то События И явления Встречи И расставания С людьми А расценивает Эту жизнь Как постоянное Движение К постижению Света Истины Которая Есть Бог Хорошо А какие его Возможности На земле Что он может Делать Что он может Так как Бог Взять И что-то Создать Прям так Материализовать Что-то Растворить Переместить И так далее Все дело В том Что Наше движение И в целом Способность Духовно И душевно Возрастать Заложено В природе Сознание И ума Человека И первым Стартовым Скажем так Первой стартовой Ступенькой Является Сознание Человека И его Природа Ума Которая Находится В его Первоначальном Животном Скорском Состоянии Главным Его состоянием В этом Является Невежество Потому что Его сознание Очень темное И вязкое И Его ум Очень Слаб В проявлении Мыслительных Процессов Которые Которые Бы Могли Постичь Мир Так как Он Замкнут На интересы Самого Себя И на Свои Собственные Желания Поэтому Здесь По сути Дела Желание Человека Является Самим Человеком Через Которую Он Проецирует Транслирует И Показывает Миру Своё Отношение Ко всему Сущему Человек В этом Состоянии У нас Назывался Тупым Это Состояние Мары Или Вхождение В мурок Когда Ты Не видишь Настоящего Ты Пребываешь В этом Муроке Не пускающем Тебя Для того Чтобы Прозреть Настоящий Мир Ибо Твои Желания Связанные С Котским Началом Не позволяют Тебе Осуществить Прорыв К Свету Они Всё время Через земные Тяги И путы Держат Тебя На земле Создавая И формируя Для тебя Определённые Границы Или Ограничения И через Эти Ограничения Которые Являются По сути Дело Границами Твоих Собственных Желаний Ты Не Видишь Этот Свет Ты Видишь Только Способность Получить Через Свои Желания Что-то Что Позволит Тебе Считать Себя Счастливым И Это Стремление К тому Чтобы Получить Через Эти Желания Счастье И Является Главным Заблуждением Человека Потому Что От Того Каково Внутреннее Содержание Человека Таковы И его Проявления Желаний А поскольку В этом Состоянии Упав Невежество И Будучи Слабым Не имеючи Сил Для того Чтобы Стать Самим Собой Человек И Желания Свои Формирует Таким Образом Что И Разрушают Его Как Внутри Так И Снаружи И Здесь Исходя Из Этой Причины Которую Он Не Осознает Потому Что Сознание Его Мутное И Не Может Ему Дать Сил Он Начинает Страдать Потому Что Задавливает Свои Собственные Желания Потому Что Те Желания Которые В нем Возникают Он Не Может Реализовать В Обществе Он Понимает Что Эти Желания Идут В Противовес В Противоречии С Желаниями Общества И Очень Часто Через Наслоение Культуры И Воспитание Не Позволяет Этим Желаниям Осуществиться Он Не Дает Им Силы Выйти Наружу И Это Огромное Количество Задавленных Желаний Еще Больше Погружает Его В Невежество Потому Что Эти Желания Начинают Его Тяготить Изнутри Его Страдания Приобретают Постоянное Душевное Состояние Неуспокойности Постоянной Тревожности Постоянного Ожидания Чего-то Что Может Забрать У него То Что Он Уже Получил Через Желание Состояние Невежества Это Состояние Постоянного Пребывания В страхе И боли И как только Человек Получает Первую Боль Он Обретает Состояние Страха И это Уже Разделяет Его От Своего Творца Через Два Главных Страха Страх Жизни И страх Смерти В состоянии Невежества Или в состоянии Скотины Человек Все время Уберегает Себя От Этих Двух Страхов С одной Стороны Ему Хочется Жить Потому Что Он Боится Смерти И Думает Что Там За Гранью За Пологом Заканчивается Все Что Он Здесь Имеет Через Свои Желания С другой Стороны Он Через Задавленные Желания Не Может Жить Так Как Ему Хотелось Бы И Он Боится Этой Жизни И Боится В ней Проявлять Себя И Боится Таким Образом Заявлять И Предлагать Другим То Что Он Желает Не в той степени Желаний Которые Существуют На Границе Личности А тех Общих Желаний Которым Он Не Может Найти Разделение Потому Что В нас Живут Два Уровня Желания Это Желание Души И Это Желание Личности В Которые Огромное Количество Личин Закрывает От Человека Понимание Естества Его Собственной Природы Ибо Он Следует Через Поступ И Движение Этих Личин Одевая Те Или Иные Маски Которые Он Использует В Обществе Как раз Для Того Чтобы И Выполнить И Получить И Для Себя Каким-то Образом Реализовать Эти Желания Когда Он Начинает Снимать Эти Маски Когда Он Начинает Двигаться Двигаться К своей Собственной Природе Он Вдруг С Удивлением Для Себя Может Обнаружить Что Оказывается Те Желания Которые Он Считал Неисполнимыми Могут Вполне Осуществиться И Достаточно Легко Проявиться В мир Через Его Собственные Силы Потому Потому Что Тогда Когда Он Начнет Отказываться От Своих Личин Силы В нем Начнут Пребывать Он Начнет Получать Новые Силы Для Своего Собственного Обновления И Эти Силы Позволят Ему Расширить Границы Своих Собственных Ограничений Которые Он Когда-то Для Себя И Создал Слушая Чужое Мнение Следуя Чужим Примерам И Беря Для себя Образец Чужой Жизни Вот Я бы Так Леш Ответил И Естественно Что Как-то Хотелось Бы Получить Практические Советы А как Теперь От Человека Скотины К Человеку Богу Прийти Что Для этого Нужно Понять Осознать Сделать Может Какие-то Мантры Пропеть Может Сделать Какие-то Физические Упражнения Может Быть Еще Что-нибудь Сделать Такое Что В ум Обычному Человеку Не Придет Поскольку Я следую Традиции Казаков Характерников То Мы Были Далеки От Понимания Современного Человека Душевного Очищения И Обновления Которые Для него Сегодня Как он Считает Заложены В Выполнении Каких-то Практик Или Техник Или же Целых Каких-то Блоков Различных Физических Поз Упражнений И Пребывания В разной Природно-климатической Среде Мы Рассматривали Этот Путь И Выход Из состояния Скотины Через Деятельность Через Обыкновенную Обычную Жизнь В котором Изначально Мы Соглашались С тем Что мы Скотины Потому Что В нас Слишком Много Того Темного Наносного Привнесенного Что Мешает Нам Быть Самими Собой И Первый Шаг К Прощанию С этим Состоянием Заключается В том Чтобы Человек Начал Двигаться К самому Себе И Это Движение Начинается С признания В себе Того Плохого Того Несовершенного Того Непотребного Что Человек Очень Часто Скрывает От Других Боясь Что Его За Это Накажут Высмеют Не Примут Или же Просто Уничтожат Когда Он Начинает Признаваться В том Что Он Несовершенен Это Открывает Перед Ним Как Раз Те Самые Возможности В Которых Он Будет В Дальнейшем Способен По Мере Своих Сил Постоянных Усилий И Постоянного Движения Навстречу Себе Способен Будет Освобождаться От Этих Несовершенств Конечно У нас Тоже Существуют Различные Упражнения И Различные Практики Очищения Которых Огромное Количество В народной Традиции Мы Для этого Используем Саму Жизнь А в этой Жизни Есть Все Есть Стихии Есть Наши Отношения В общине Есть Личные Привязанности Наблюдения Жизненный Опыт И Все Это Можно Положить В копилку Для того Чтобы Однажды Сказать Себе Все Что Во мне Есть Все Для меня Во благо Если Я Начну Этим Распоряжаться Осознанно Потому Что Наше Состояние Невежества И скотины И рамки Наших Ограничений Они Как раз Собраны Из Нашего Неосознанного Состояния Когда Мы Не В Состоянии Воспринимателя Или ось Принимать Мир Таким Каким Он Есть В нашем Сознании В нашем Сердце И в нашей Душе Накоплена Копоть И пелена От Этой Неосознанности Которая Превращает Нас В Человека Робота В Человека Машину В Человека Автомат Или Как у нас Раньше Говорили В Человека Скотин Потому Что Все Что Мы Производим В этом Состоянии Мы Делаем Как Механизмы Через Механистичность Через Постоянное Повторение Через Вкладывание В себя Тех Привычек Которые Сформированы Обществом Воспитанием Отношением К родителям К семье Нашим Отношением К другим Людям И Эти Привычки Начинают Давлять Над нами В этом Состоянии Скотины И Управлять Нами Мы Теряем Мы Теряем Способность Владения Собою Своим Собственным Настроением Своими Собственными Силами Своим Собственным Отношением И мы Невластны Не оценим И других Людей Ибо Неосознанное Состояние Держится На нашей Оценке Так уж Мы В этой Природе Созданы Что Все Что мы Видим Мы тут же Начинаем Это Как бы Втягивать В себя И Привязываться К этому И Это Привязывание Лежит В основе Наших Оценок Когда нам Что-то Нравится Каким-то Образом Мы это Оцениваем Через Оценку Мы Это Принимаем И Привязываемся К этому Мы Можем Привязываться Ко всему Что Входит В Наш Понимание Жизни Начиная От Материального Достатка От Материального Благополучия И Заканчивая Проявлением Чувств Эмоций Отношений Взаимодействий И так Далее И так Далее Все Все К чему Мы Привязались Делает Нас Несвободны Именно Вот это Состояние Отсутствия Воли Вольности Человека Того Главного Качества Вселенной Через Который Отец Небесный Через Наш Творец Создал Все Вселенные И миры Через Волю Свою Которая Привела Потом В любовь Все Это Мы И Можем Пробудить В себе Эту Волю Начать Движение К осознанности К проявлению Света В себе А пока Мы не Осознаны Да Нам могут Помочь Те или иные Упражнения Или Какие-то Практики Которые Способны Вывести Нас На границу В понимании Того Что нам Нужно В себе Что-то Менять Но Менять Не отказываясь В этом От себя А Как бы Через Движение Постоянное Усилие Изменения В себе Этих Свойств И качеств Преобразовывать Их В лучшие Содержания Для себя Которые Начнут Очищать Наше Состояние Сознания Ума Души И выстраивать Все наши Действия И все Наши Все Все Наше Поведение В Укрепление И взращивание Нашего Духа Когда мы Уже Будем Способны Направить Свою Силу Через Волю Потому что Воля Это Мать Силы Мы Сможем Направить Ее На Взращивание Вначале Ибо Когда мы Падаем Невежество И слабы В нас Нет Силы Духа В нас Нет Воли В нас Нет Способности Двигаться Постоянно Вперед И поступательно Отсматривать Для себя Результаты Нашего Движения Но Когда мы Приобретаем Эту силу Духа Тогда Мы Способны В еще Большей Степени Заглянуть В свои Состояния Непотребства И тогда Уже Не через Практики Не через Какие-то Механические Движения А через Глубокое Осознавание Что Нам Мешает Это Быть Человечными В жизни Нам Мешает Это Принимать Божественную Любовь Нам Мешает Самим Становиться Божественными Сознаниями Это Приводит Нас Тогда В этом Состоянии К Верности Пути И К Принятию В себе Всего Что В нас Есть И Хорошего И Плохого И тогда Мы Способны Любить Себя Если же Говорить О этих Практиках То Первое Что Нужно И Необходимо Сделать Это Как бы Вынести Часть Своего Сознания Или Часть Внимания За Пределы Своего Тела И Начать Наблюдать За Собой Наблюдать Как Мы Общаемся С Людьми Как Мы Взаимодействуем Друг С Другом Как Мы 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 Как Мы Ведем Себя В той Или Иной Ситуации Как Моменты И То Если Эти Пять Минут Назад Выделили Из Нашего Ось Приятия Что-то Важное Или Что-то Что Зацепило Наше Внимание Через Интерес Через Нашу Потребность Изучить Это Явление Но А если Мы Скажем И Спросим Людей А что Вы Помните Час Вашей Жизни Назад А сутки Назад А месяц Назад Уверяю Тебя Что Огромное Количество Людей Будет Замешательств И скажет Мы Мы Помним Только То Что Вот Мы Встали Что-то Сделали Почистили Зубы Поехали На работу Но Это Все Память Автоматизма Это Все Память Тех Стереотипов Которые У нас Заложены У нас Не было Такого Понятия Как Стереотип У нас Было Понятие Привычки Привычки Которая Разрывала Наше Ось Приятия Поэтому Были Привычки Ось Приятия Или Стереотипы Были Привычки Действия Были Привычки Отношений И Все Это Сегодня Складывается В те Привычки Которые По сути Делают Двигают И Дергают Нас За Те Или Иные Веревочки Потому Что Мы Это Делаем Неосознанно Только Потому Что Это Делали Всегда Постоянно Каким То Образом И Все Это Сливается В Наш Образ Я Но На самом Деле Это Не Наш Образ Я Это Всего Лишь Образы Личности Которые Прячутся Эти Стереотипы И Привычки То Поведение То Отношение И Те Оценки К Другим Людям Которые Таким Образом Формируют Наш Характер Так Вот Мы В Традиции Казаков Характерников Формировали Свой Характер Избавляясь От Чего От Кармических Наложенных На нас Долгов От Личностных Характеристик Которые Пришли К нами К нам Из других Воплощений Как Уроки Кармы От Своих Индивидуальных Предпочтений Которые Были Заложены Родителями В нас Через Страхи Боль И Отторжение Нас Как Нас Самих Для них И Это Стало Страшным Для нас А мы Все Время Стали Другим Показывать Своё Достоинство И Своим Поведением Все Время Выпрашивать У них Эту Любовь Мы Достойны Любви Мы Хорошие Так Вот Это Все Ковало Через Постоянные Усилия Преодоление Преодоление И Выход За Свои Собственные Рамки Ограниченности Или Повышение В себе Вежества Тот Самый Характер Который Потом И Приводил К Утончению Расширению И Объемности Нашего Ось Приятия Которое В дальнейшем Позволяло Через Различные Ощущения Чувства Открытие Сердца Напитывание Себя Очень Тонкими Вибрационными Уровнями Всемирья Приходить К тому Состоянию Бога Или К состоянию Характерника Который Еще При жизни Говорил Себе Дай мне Боже Чтобы Моя Воля Не Превозмогла Твою И на уровне Состояния Бога Человека Если Вначале Он Видит В себе Через Привязанности То что Ему Мешает В дальнейшем Постепенно Очищаясь От этого Освобождаясь От земных Тягот И пут Он Становится Легче Сам по себе И даже Его тело Становится Легче Мысль Его Очищается Она Становится Очень Быстрой Стремительной Человек Принимает Единственное Решение Причем Принимает Его Сразу И сразу Этому Следует Его Внутренние Состояния Проясняются И вместо Тупости Или По Поконам Этой Любви Он Начинает Как бы Всплывать Над Землей И поэтому Во многих Мифах И сказах И в каких-то Примерах Говорилось О том Как Казаки Характерники Могли Перемещаться На огромные Расстояния Как они Могли Ходить По воде Акипосуху Как они Могли Проходить Сквозь Стены Это Уже Совсем Другой Уровень Человеческого Существа Это Уже Человек И все Таки Это Уже Больше Больше Полубог Это Не Человек Ибо Его Атомы И молекулы Он Через Своё Укрепленное Ясное Сознание Мог Разделить И разобрать Себя По частям И Пройти Безболезненно Совершенно Через Стену А потом Опять Себя Собрать Из этого Состоят Различные Формы Перемещения Такие Как Левитация Трансформация И многие Многие Другие Так вот Когда человек Приходит К этому Состоянию Он Соединяет Своё Сердце Любовью И мостом Со всей Вселенной И тогда Он Становится Тем Учителем Тем Учителем Всего Живого И Одновременно Тем Служителем Который На равных Со всеми Живет В этой Жизни Никоим Образом Не Показывая Свои Способности Никоим Образом Себя 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 Выделяя И Не Давая Никому Оценку И вот Таких Людей Когда-то Русский Мир И Русский Народ Называл Богатырями Витязями А потом Когда Физическая Сила Угасла В таких Людях Но Сила Духа Была Еще Жива Их Называли Святыми В общем Необходимо Осознавать Необходимо Понимать Куда Двигаться К чему Двигаться Необходимо Проявлять Волю И Таким Образом Будут Приходить Эти самые Жизненные Практики О которых Ты говоришь Не в позе Созерцания Или Медитирования А именно По жизни Да В поле Действия Потому что Пока Мы не Начнем Действовать Дело В том Что У нас В матрице Планеты Сегодня На Тонких Энергоинформационных Уровнях Внедрен Дух Бездействий Мы От природы Деятельные Люди А в нас Заложена Хотька Охота Охота К жизни А охота К жизни Она должна Выражаться Через Действие И Результатом Этого Действия Должна Быть Форма Материального Преображения Этого Мира Но Сегодня Матрицей Создан Дух Который Напитывается Накачивается Всякими Негативными Силами Это дух Бездействия Который Вгоняет Человека В апатию И Заставляет Его всего Боять И Вот Этот Дух Бездействия Он Должен Быть В человеке Преодолен Через Усилие А главное Через Веру В себя Что я Могу Я Способен Я В этой Жизни Могу Если Я Это Не знаю Я могу Этому Научиться Я могу Встретить Людей Которые Мне Могут Таким Тем Или Иным Образом Помочь В этом Но Главное Действовать Главное Двигаться Вперед Главное Пробовать И иметь Право На ошибку Состояние Невежества К сожалению Люди Закрывают Для себя Эту Способность Действовать Потому Что Они Отказываются От Права Ошибаться Они Боятся Ожибиться Только Потому Что Им Хочется Выглядеть Безупречными В Той Или Иной Общине В том Или Ином Круге Мирском В том Или Ином Обществе И Таким Образом Закрыв Свои Слабости В котором Его Создал Его Отец Небесный И Когда Он Начнет Признавать В себе А как Только Он Начнет Это В себе Признавать Он Начнет Освобождаться От Страха Он Начнет Двигаться В понимании Природы Страха Он Начнет Эти Страхи В себе По-новому Проживать И Таким Образом Навсегда От Них Освобождаться Он Принимая Это Как Естественное Проявление Человека Который Послан Сюда Для того Чтобы Учиться Возрастать И Как Сегодня Говорят Совершенствовать Себя Только Ради Одного Для Того Чтобы Взрастить Те Собственные Душевные Качества Которые Позволят Человеку Рано Или Поздно Через Силу Духа Уйти К Отцу Небесного И Селиться С Ним Воедино Добрые Помыслы Хорошие Добрые Посылы Что-то И тебе Еще Есть По этому Вопросу Рассказать По этой Теме Что-то Надо Или Может быть Поговорить О том А где Это Нарабатывать В каких Условиях Понятно Что в жизни Понятно Что через Осмысление Но Самому Человеку Иногда Трудно Сдвинуться Может быть Нужен Какой-то Наставник Какое-то Место Где Что-то Постичь Изначально Понятно Что практики Мы сейчас Не берем Вот такие Сидения Но Есть Какие-то Места Где Может быть Проявлена Сила Или Может быть Есть места Где Удобнее Чем-то Заниматься И что-то Осмыслять И потом Уже Возвращаясь Из этих Места В мир Себя Уже Проявлять Может быть Есть Какие-то Наставники Которые Позволяют Это Понять Осознать И начать Применять Да Хорошо Благодарю Леш Этим вопросом Мы с тобой Можем Более подробно Объяснить Слушателям Каким образом Двигаться К самим Себе И тем самым Расширять Границы В том числе И познание Самого себя Потому что Когда мы Познаем Сами себя Это Не мной Сказано То тогда Мы Постигаем Все Сущее Ибо В малом Есть большое В большом Есть малое Все что вверху То и внизу И так далее И так далее Хорошо Я Ты знаешь Мне очень Отрадно Слушать Дмитрия Лапшинова Который Бывает Частым гостем На твоих эфирах И он говорит О том Что Он Он следует Пути Естественного Состояния В жизни Где человек Находится Там он И Там он И Принимает Для себя Среду Для совершенствования Это Вот Как раз Было Заложено В нашей Традиции В которой Говорится О том Что Куда тебя Бог Прислал Где Он тебя Породил А он Лучше Знает Куда тебе Пройти Там Ты И должен Учиться Там Ты И должен Выбрать Свой Путь И верно Следовать Своему Собственному Предназначению Реализуя Этот Путь Так вот Для начала Я хочу Сказать О том Что Прежде всего И это Самое Главное Нужно Избавиться От Обид В себе На других И вины В отношении Самого себя И в отношении Других людей Это Главные Это Главные Свойства Которые Не позволяют Человеку Признать В себе Плохое Потому Что Таким Образом Он Проецирует Другим Что Они Не Поняли Его Не Приняли Таким Какой Он Казалось Бы Для Себя Видится Но На самом Деле Он Это Не Он Это Совокупность Тех Личин В Личности Которые Были Сформированы С момента Его Рождения Как Только Плод Выходит На Поверхность Он Уже Получает Тело Личности Возникает Всевозможные Социальные Скажем так Роли И многое Другое Это Тело Личности Во многом Человек Поскольку Он Разделен Сам Себе На Эти Субличности Или Разные Действия По Отношению К Разным Людям И В Разных Ситуациях Они Вводят Его В заблуждение Что Он И Есть Этот Самый Человек А Когда Он Механически Повторяет Все Время Эти Действия Из Изо Дня В день Из Месяца В месяц То В нем Не Возникает Никакого Сомнения Что Он И Есть Тот Самый Витя Вася Оля Наташа Которыми Его Все Видят Но Это Совершенно Не Так И Как Только Он Признается Себе Что Ему Нужно Освободиться От Того Что Ему Мешает И Перестать Хотя Это Очень Трудно Вначале Обижаться Обвинять Других Все Время Тревожиться И Бояться За Своих Детей За Место На Работе Уволят Меня Или Не Уволят Хватит Мне Денег До Следующей Зарплаты Или Нет Могу Я Выплатить Ипотеку Или Не Смогу Пока Он Не Освободится От Этих Страхов Ему Будет Очень Тяжело Признать В Себе Что Он Несовершенен И Это Как Раз Ведет Его К Недеянию Вот Основное Состояние Человека Который Живет Невежестве Это Его Недеяние То Есть Нежелание Действовать В отношении Себя В отношении Того Чтобы Что-то В себе Улучшить Что-то В себе Преобразовать Что-то В себе Изменить Такие Люди Страдая Всю Жизнь Считают Что Их Все Устраивает Но Их Это Все Устраивает На Веду При Состоянии Когда Они Показывают Другим Себя Они Живут Сами По Себе И Это Разрывает Их Внутри Через Душевную Боль Которая Показывает Им Их Несостоятельность И Они От Этого Страдают Они Глубоко Мучаются Они Презирают Себя Они Не Принимают Себя Таким Они Не Хотят Себя Таким И В результате Они Не Хотят Такими Жить А Значит Они Отказываются От Жизни Которые Закрывают Перед Ними Новые Способности Новые Возможности Новые Открытия Новые Рамки Собственного Познания Новые Силы Которые Они Могут Потом Использовать А Главное Они Перекрывают От Него Поток Любви И В этом Потоке Любви Есть Два Его Рукава Любовь Которая Должна Преобразоваться Через Материальное И Любовь Которая Должна Преобразоваться Через Духовное Ибо Мы Целостными Становимся Только Тогда Когда Соединяем Себе Материальное И Духовное И Тогда Это И Есть Поток Любви Вот Это Соединение Материального И Духовного Мы Можем Соединять В себе На Любом Месте И Любое Место Мы Можем Определить Для Себя Если Скажем Что Я Хочу Познать Себя Я Хочу Прийти К Себе Любое Место Может Быть Для Нас Местом Силы Любой Человек Может Стать Для Нас Учителем Любая Жизненная Ситуация Раскрывает Перед Нами То Что Есть В Нас Слабого Ибо В Нас И К Нам Притягивается Только То Что Есть Только В Нас Самих И Когда Мы Начнем Рассматривать Это Через Призму Ученичества Для Самого Себя И Видеть В Мире Зеркало Которое Показывает Нам Собственный Облик И Показывает Нам Наши Собственные Силы И Или Бессилие Вот Тогда Мы Будем Все Время Двигаться Навстречу Самим Себе И Любая Ситуация Любая Стреча Любое Событие Может Стать Для Нас Благостным Благодатным И Великим Для Открытия В нас Счастья И Любви Итак Мы Рассматривали С тобой Состояние Невежества В котором Преобладающим Является Слабость Человека Он Слаб Духом Он Слаб Душой Он Слаб Характером У Него Нет Сил Признаться Себе В том Что В нем Есть Что-то Плохое И Это Ведет Его К Недеянию Поэтому Сознание Его Мутное Вязкое И Очень Медленное В это Сознание Напитывается Силами Эгрегоров Различных Эгрегоров Которые Через Коллективное Бессознательное Через Привитие Тех Или Иных Привычек Делает Делает Его Послушным Неосознанным Инструментом Своих Собственных Интересов Как только Человек Освобождается От этой Мути Он Выходит В состояние Веры И это Состояние Человека Состояние Веры Дает Ему Силы В то Что Он Сможет Что Он Сумеет Что Он Успеет Что Он Научится Что Ему Подскажут Что Ему Помогут Что Его Примут Что Его Полюбят И Тогда В этом Состоянии Веры У Него Уходят Внутренние Беспокойства По поводу Того Получит Он Или Не Получит Дадут Ему Или Не Дадут Осуществятся Его Желания И Мечты Или Не Осуществятся В нем Появится Уверенность Уверенность В себе Уверенность В том Что Если Он Будет Действовать Что Он Будет Прилагать Силы Что Он Будет Учиться То Все Обязательно Задуманное Им Получится Это Состояние Веры Приводит Человека К Уравновешенности По отношению К себе И Ко Вселенной Когда Через Постоянное Убеждение В том Что Он Не Один В этой Жизни Что Ему Помогают Что Его Видят Что Его Любят Он Нужен Вселенной Потому Что Он Здесь Ибо Если Он Был Не Нужен Его Здесь Не Было И Он В этом Уверен Теперь Тогда В нем Распускаются Те Кармические Узлы Те Скажем Так Душевные Бугры Наросты Наросты Коросты Которые Возникли В процессе Его Жизненной Поступе В Его Отвержении Самого Себя Это Состояние Очищает Его Сознание Усиливает Его Ум И Приводит Его К Пробуждению Или К Осознанности У нас Это Состояние Называется На востоке Оно Называется Созерцанием А у нас Оно Называется Внутренним Смотрением Когда Я Все Время Что Бо Я Не Делал О Чем Бо Я Не Говорил Как Бо Я Кому Не Относился Я Все Это Соотношу С С Я Приваю Одновременно Этим Сознанием Как Внутри Так И Снаружи И Таким Образом Соединяю В себе Все В единое Целое И Тогда Для Меня Приобретает Значение Все Что Меня Окружает Мысль Слова Деяние Результат Все Становится Для Меня Одновременно Важным И Неважным Потому Что Когда Я Живу В состоянии Скотины Для Меня Все Важное Для Меня Важно Впечатление Которое Я Создаю Для Меня Важна Оценка Которая Высказывают Люди В отношении Меня Важен Материальный Статус Важен Достаток Важно Мое Величие И В этом Состоянии Невежества Я живу В постоянной Важности Но Когда Я Перехожу В Человеческие Качества И Одеваю На себя Уже Не маски Личин И Не Ношу В себе Субличности А Пока Одеваю Образ Человеческий Еще Не Божественный Когда Я Одеваю Человеческий Образ Для Семья Для Меня Уже Становится Многое Неважным И Я Это Многое Начинаю Отпускать Из себя Потому Что Чувствую Понимаю И Принимаю Избыточность Своих Собственных Желаний И Их Неосуществимости Из-за Того Что У меня Просто Нет Таких Душевных Способностей Нет Душевных Сил Нет Таких Качеств Характера Ибо Все Это Я В себе Не Воспитал Я Свои Собственные Желания Поставил Выше Своих Собственных Возможностей И Это Было Естественно Потому Что Я Не Знаю Себя Я Не Изучил Я Не Исследовал Я Не Прошел Вглубь Внутрь Себя Поэтому Мои Желания Будут Всегда Избыточны А Значит Частично Подавлены Частично Перенесены В будущее Ну Например Мое Желание Купить Новую Машину Но Денег У меня Нет Кредиты Я Не Хочу Я Говорю Себе Я Подзаработаю И Это Желание Я Отложил На Год Или На Два Это Отложенное Желание От Которого Я Не Отказался Но Есть Желание Когда Я Работаю Начальником Предположим На Каком-то Предприятии Отделом И У меня Желание Вырасти До Директора Этого Предприятия Ну Что Бо Я Не Делал А Кумовщина Скажем Какие-то Личностные Интересы Верхушки Этого Предприятия Закрывают Мне Реализацию Этого Желания И Это Желание Постоянно Начинает Меня Угнетать И Я Понимаю Что Оно Несбыточно Для Меня И Таких Желаний В Человеке Накапливается Огромное Количество Так Вот Когда Он Выходит На Состояние Верования Себе Он Начинает Либо Эти Желания Реализовывать Либо Ж От Каких-то Желаний Отказываться Навсегда Как от тех Желаний Которые На Сегодняшнем Этапе Постижения Самого Себя Ему Не Нужны Не Полезны Отягчают Вот То Движение Вперед Которое Он Для Себя Выстроил И Сказал Себе Что Теперь Он Будет Этому Следовать Всю Свою Сознательную Жизнь И вот Когда Сознание Наше Просветляется Скорость Мысли Усиливается Тогда Мы Начинаем Прозревать Уже Настоящий Мир Тогда Мы Видим То Что В нем Есть И Тогда Мы Уже Не Проходим Мимо Скажем Великолепно Разлитых Ярких Облаков На Небе Мы Начинаем Прислушиваться Голосу Птиц Мы Видим Для себя Яркость Летних Зимних Осенних Весенних Красок Мира И Мы Начинаем Принимать Все Что Есть Успокаиваясь И Не Выделяя И Не Деляя Для себя Все На Хорошее И Плохое На Да И Нет На Получу Или Откажу Вот Это И Позволяю Человеку Снять Себя Шуры Вера В себя Когда Твоим Девизом Начинает Служить Лозунг Верить В себя Во всем Везде Всегда И Эта Вера Ведет Тебя К той Божественной Вере Которая Начинает Очищать Не Только Твое Сознание Но И Твое Сердце И Начинает Очищать Твой Собственный Дух И Тогда Ты Уже Осознанно Веришь И Понимаешь Что Человек Это Не Скотина Это Не Животное Это Не Обезьяна А Человек Это Творение Своего Небесного Отца Это Тот Кто Создан По Образу И Подобию И Это Понимание Приводит Тебя К тому Что Ты Начинаешь В точности Соответствовать Этому Образу И Подобию Ты Начинаешь Принимая Все Ко Всем Относиться С Приятием Ты Успокаиваешься И Ко Всему Относишься Мирно В Тебе Утихают Силы Ненависти Злости Агрессии Неприятия Нежелания Негодования Всего Этого НЕ И На смену Им Наоборот Приходит Радость От того Что Ты Живешь Понимание И Благодарность Высшим Божественным Силам Которые Дали Тебе Возможность Все Это Видеть За Всем Наблюдать А главное Через Свои Действия В этом Участвовать Это Состояние Веры Приводит Тебя К пробуждению Всех Твоих Чувств Которые До Недавнего Времени Ты Сушал Ты Их Коверкал Ты Их Уничтожал Потому Что Эти Чувства Несли Для Тебя Новую Боль Они Приносили Новые Обиды Новую Вину И новые Страдания А когда На этом уровне Ты освобождаешься От всего Этого И тебе Не нужно Скрывать Себя Настоящего И тебе Не нужно Стесняться Выражать Свою Любовь Этому Миру Ты Становишься Естественным Искренним И Приятным Ты Принимаешь Все Все Принимаешь И соответственно Тебя Принимают Приятным Мирным Миролюбивым И любящим Человеком И тогда Твоя вера Еще Более Усиливается Сила Духа Твоя Начинает Пробуждаться И двигаться Вверх И соединяться С еще Более Высокими Пространствами И мирами И здесь Можно Говорить О Богочеловеческой Сущности Когда Ты Каждый Свой Поступок Каждую Мысль Каждое Деяние Соизмеряешь С тем Нанесешь Ты Какое-то Разрушение Миру Или нет И тогда Каждый Твой выбор Он уже Осознанный Ты не путаешься Ты не Бегаешь Как Заведенная Машинка По кругу Как белка Которая все время Крутится в колесе Гонясь за какими-то Непонятными Орешками Так никогда Их и не достигает Ты Ты осознанно Для себя Сделал Выбор Быть Навсегда Человеком И теперь Уже Стараться Никогда Не падать В человека Скотина Ну что ж Сергей Благодарю тебе За твое Такое яркое выступление За то что Ты уделил Почти час Времени Нашим Радиослушателям Для того чтобы Донести Раскрыть Наверное так Раскрыть и донести Эту на мой взгляд Очень важную Тему Нашим радиослушателям Напоминаю Что вы можете Писать свои вопросы Пожелания Для Сергея Через форум Обратной связи На нашем сайте И по этим вопросам Я думаю Что с Сергеем Мы еще будем встречаться И раскрывать Другие Не менее Важные Темы На 7 я с вами Прощаюсь Напоминаю Что с вами были Сергей Демин Алексей Орлов Народное Славянское радио Увидимся И услышимся Быть добру Всех благ вам До свидания И лети ты на крылатом Кадет Рус Далекие Тысячи ледья Рус Народное Славянское радио Для пытливых умов Славянское радио Славянское радио